Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время поговорим о том, что происходит на финансовых рынках. Давно мы это не делали, по крайней мере, я. Ну что ж, помечтаем, помечтаем сегодня на предмет предновогоднего ралли. Насколько есть основания и ожидания этого ралли, ну, с точки зрения западных сигналов и что будет в этом случае. Чувствовать рынок российский, который и так-то чувствует себя не очень. Вот на эту тему мы говорим и, собственно, и на многие другие. Как всегда, я представляю своих гостей сегодня в студии Павел Подилько, заместитель начальника отдела доверительного управления Новикомбанка. Добрый день, Павел. Здравствуйте. И в студии Андрей Шенк, старший аналитик Инвесткафе. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финан.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Делитесь собственными мыслями по поводу, а то и без повода. Ну и традиционно, начиная эфир, давайте посмотрим, что происходит сейчас на финансовых площадках. Итак, картина маслом, 1506 в Москве. Ну, начнем традиционно с закрытия Америки, пятничное закрытие Америки. Феерично, я бы так даже сказал, после снижения в четверг, да, и опять полтора процента СП сделал практически к историческим максимумам. И выглядит это так. Доу Джонс прибавил больше процента. Насдак 1.6, и СНП 500 и 1.3, ну, почти полтора процента. 1770 остановился, как вкопанный на пятницу на закрытии торговой сессии. Значит, что происходит сегодня, понедельник? Понедельник Азия отторговалась в плюсе. Никей прибавил 1.2. Скромненько, но вырос Шанхай Композит на 0.1%. Европа в легком плюсе, в легком-легком футсе 100, 0.2% прибавляет. Ну, и наши ребята, по-моему, не могут определиться пока. Куды бечь. И на этот момент РТС 0.08% про страшные цифры, 0.08%, но в плюсе все же ММВБ. Итого лучше 0.01%, но прибавляет. Прибавляет. 1489 ММВБ, 1436, соответственно, РТС. Рубль продолжает снижение. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Брент. 105 с полтиной. Ну, уверенно, не знаю уж, насколько это уверенно. Но, тем не менее, держится выше 100. 94 стоит бочка Лайтсвит. Золото закрепилось ниже 1300. Ну, опять посмотрим, надолго ли. 1280 долларов функция. Ну, а евро-доллар, вот Паша тут за эфиром посетовал. Все цели сделал уже на этот год. Куда ему дальше идти, неизвестно, да? Ну, тем не менее, смотрите, евро-доллар 1.33.97. Попытается все-таки делать отскок он, да? Посмотрим, как у него это получится. 1.33.97. После недавних 1.38 и разговоров про 1.42. Вот я сейчас это вспоминаю. 1.4. Не с тобой, не с тобой, я имею в виду. В принципе, да? 1.38 сделали, ну, куда смотрим? 1.42. Ну, да. А там дальше на 2. Все нам не смотреть-то. Ну, ладно. И котировки голубых фишек сегодня разнонаправлены. Ну, учитывая динамику вялую, ничего выдающегося нет. Можно, наверное, выделить, тем не менее. Как лидеры роста Норникель 9.10% в плюсе, 2.10% Русгидра, 2.10% Северсталь, обычка. И среди лидеров падения полтора, пардон, полпроцента теряет Газпром, Роснефт 3.10% снижается и МТС обыкновенной акции тоже почти на полпроцента. Ну, что ж, вот такова картина маслом. Давайте начнем беседу. Ну, и честно говоря, у меня первый вопрос, интриги нет, я отсутствовал на прошлой неделе. И вот этот четверг, волшебный четверг в Европе, он как-то меня врасплох застал. И в четверг же я посмотрел, что происходит. Ну, и потом, естественно, сегодня, когда уже в пучину в эту опять я бросился с головой. Паш, насколько оправданно вот это поведение европейского центрального регуляторов Центрального банка Европы, что они даже сейчас, в нынешнем моменте снижают процентную ставку? Насколько оправданно, не знаю, но, опять же, да, вернемся к разговору месяц назад. Про 1.40? Да, то есть на тот момент, тогда у меня были терзания, да, на чем евро-доллар с 1.38, после достижения 1.38, возможно, 1.4, да, уйдет к концу года на 1.33. На чем ты, да? Да, на чем. То есть эта цифра, она была в голове, да, но поводов вроде бы 1.33. 1.33 это цель на конец года, на конец текущего года. 2.33, соответственно, тогда я говорил о ЛТРО, о продолжении. Ну, соответственно, вот у нас есть понижение ставки. Конечно, наверное, нелогично без снижения ставки, да, до какого-то минимума объявлять о новых каких-то стимулирующих мерах. Ну, логично, да, да. Следующий этап, скорее всего, все-таки эти программы будут. Насколько обоснованно? Данные по инфляции свидетельствуют о том, что все-таки нужно следить, да, и ЕЦБ должен выполнять свою основную функцию, как любой Центробанк. Я по поводу ЛТРО. Все-таки сейчас стресс-тесты они опять затевают, и ликвидности предостаточно, я так понимаю. Ну, до стресс-тестов еще, до результатов, по-моему, достаточно много времени. Ну, в декабре они будут, насколько я помню. Ну, и объявления. Объявления. А, даже в декабре. Ну, по крайней мере, на текущий момент поддержать хоть как-то рынок. Потому что, если вернуться к теме нашей телепередачи новогодней ралли, по-моему, рынки Европы и Америки показали очень-очень-очень хороший год. И, по-моему, весь год это вот у нас предновогодняя ралли. Предновогодняя, да, согласен. Максимум за максимум практически. Это как, знаешь, можно вспомнить, да, ребенок, он готовится к приходу Деда Мороза уже со 2 ноября, наверняка. Вот у нас примерно так же выглядел предновогодняя. Откуда считать? А вот смотрите, с начала года уже выросли, ну, про Америку я даже боюсь упоминать. Вот вам и ралли. С другой стороны, по-моему, ЕЦБ закладывается на то, что у нас и все-таки вот этого пресловутого тейперинга в этом году не будет. Да, и, возможно, там и не в первом квартале следующего года. То есть... Ну, давай по поводу тейперинга и вообще по поводу статистики по Америке тоже поговорим чуть позже, потому что вот пятница, да, пожалуйста. Вот четверг, да, и мы видим там 35-33, а вот она пятница, и мы видим в другую сторону почти фигуру, да. Андрюш, ну, два слова, да, там две минутки осталось. Твой взгляд на поведение монетарной плате Европы? Не, ну, здесь я думаю, что власти смотрели просто на статистику, увидели, что все-таки пока недостаточно тех мер, которые действовали, в принципе, ну, вот мы видели летом, статистика, PMI, инфляция, в принципе, безработица, все выходило довольно-таки позитивным. Рынок рос, сейчас к осени это все начало немножко опять замедляться. То есть, видимо, потребовался какой-то новый стимул, его вот дали. То есть, мы видели, выросла безработица, упала инфляция, сразу... Сразу понижают ставки, хотя запаса-то нет никакого. То есть, это как, знаешь, где-то, я читал, по-моему, в Фейсбуке кто-то из наших коллег, это как вот из рукава последний козырь достали, да, или откуда его обычно достали? Пока еще не последний козырь, я думаю, еще козырь есть у ЕЦБ в рукаве. Ты говоришь, посмотрели на статистику, а не посмотрели на 1,38? Ну, могли посмотреть, но в целом, я думаю, что все-таки ЕЦБ, оно исходит из каких-то, ну, статистических данных. Оно смотрит, как Центробанк, он смотрит на показатели, на инфляцию, на безработицу. Собственно, они посмотрели, увидели, что плохо и там, и там, и решили, почему бы и нет, почему бы не понизить ставочку еще на 0,25 пунктиков. Согласен. С твоей точки зрения, оправданно все-таки действие, да? Я думаю, что да, пока это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям, почему бы не воспользоваться возможностью, если она есть. Конечно, запас постепенно исчерпывается, но все-таки надо, все-таки своевременно, они приняли, мне кажется, ну, нельзя сказать, что это сильно было ожиданно, думали, что все-таки, может, еще подождут там. Но, в принципе, с другой стороны, зачем это делать прямо перед Новым годом? Все-таки, с точки зрения активности, мне кажется, лучше сделать сейчас, чем сделать потом. Портить новогодние праздники еще. Ну, а возвращаясь к целям, ну, уже не успеем, наверное, обсудить, тем не менее. Смотри, 1.33 сделали, там, дальше куда? Опять-то 1.38. Есть куда, 38, 39, 70, конечно, это все остается. Смотрите, все-таки ощущение есть, да, вот реакция на объявление о снижении процентной ставки, сделали 33,50 и, собственно... Это ситуация с доллар-рубль два месяца назад, конец августа, сентября. То есть, когда мы 33 были, потом мы легкие ушли. Вот ситуация ровно та же самая. Сейчас доллар-рубль у нас снова поднялся... Да, уже почти 33. 32,60. Ну, 32,60. Я понял. Все, спасибо. Давайте новости послушаем, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Павел Подилько, заместитель начальника отдела доверительного управления Новикомбанка. И Андрей Шен, старший аналитик Инвесткафе. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках и в надежде на пресловутые новогодние ралли. Напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. Кстати, по поводу ралли, опять я почему-то ассоциируюсь у меня, знаешь, с этими ожиданиями ребенка, да, прихода Деда Мороза. Это, наверное, не очень правильно. Разные вещи просто, ментально. Так, ладно, давайте продолжим. Собственно, вернемся к Федрезерву. Кстати, забавный, вот, читаю ленту новостей тут передо мной, формулировка. Значит, написано так. Если иностранные инвесторы в поисках доходности забредут на российский рынок, то у рубля начнется новый цикл укрепления. Кто-то же формулирует, а, умеют. Кстати, по поводу рубля мы тоже поговорим, конечно же, ну и о российском рынке. Но давайте чуть позже, потому что все-таки, я так понимаю, использовав козырь, ну, последний, не последний, ладно, не будем это обсуждать, но использовав достаточно серьезный козырь, ЕЦБ, собственно, акцент рынка, да, себя переместил опять на Федрезерв. У Федрезерва есть декабрьское заседание, ожидание опять вот это все, сворачивание, несворачивание, потом статистика неоднозначная по рынку труда. Вот хотел бы я твой комментарий, Паша, услышать, что было с переролсами, что было безработице и что-то там какое-то... Начнем с того, что в пятницу я все-таки тоже был вне рынка. Я понял. Да, уже после съедал, что данные получше и так далее, все хорошо. На мой взгляд, показательными является, вот с точки зрения будущих решений ФРС, да, декабрьских и так далее, конец октября. То есть мои ожидания были следующими, что тэперинг будет, если начнется в ближайшее время, да, там даже вот начало следующего года, то это все-таки конец октября. Судя по тому, что тэперинга не было, данные у нас выходят хорошие и так далее, я все-таки думаю, что и в декабре его не будет. Да, и не в первом квартале. Данные по рынку труда, конечно. Рынок труда, да, там... Извини, пожалуйста, Андрюш, я сегодня тоже где-то прочел. Вот это вот, ну, она неоднозначная, да, вроде 7,3 безработица, а payrollсы там, да, неплохие вышли. И опять объяснение. Ну, вы, аналитики, вам виднее, конечно, вы из любой ситуации вывернуться умеете. Где-то я прочел такое объяснение. Вот эти две двухнедельные, да, безработицы вынужденные, ну, вот, в известные, говоря, вспоминая в известных событиях, она воспринималась так. Официально эти люди, они не были безработными, они оставались, просто их в отпуск, да, отправили. Поэтому они в payrolls'ах оказались. А уровень безработицы, который формируется на опросах домовладельцев, да, когда к ним приходили, они говорят, я безработный. Я думаю, что дома сижу, и там, пожалуйста, вот это такое может быть, Андрюш? Нет, ну, в теории, конечно, такое может быть, это ошибка статистики, я думаю, что в данном... Статистика, конечно, прошу, что, проще, что перебилось, статистика не ошибается. Ну, это ошибка тех, кто составлял статистику, но я думаю, что здесь просто, в принципе, что касается уровня безработицы, здесь все как ожидалось, 7,3, 7,3, все. Что касается payrolls'ов, стоит отметить, что, в принципе, рынок-то ждал от минус 116 до 163, превысил даже самые-самые-самые-самые такие ожидания. Не думаю, что это может быть заставлено только на основании каких-то там статистических колебаний ошибок. Не точно, погрешностей. Да, здесь я думаю, что, в принципе, американская экономика, она немножечко показывает себя лучше, чем, например, европейская. Мы это увидели, там, на примере ВВП, единственное, что вот странное с точки зрения оценок участников рынка и аналитиков, это что ВВП, эта новость оказалась плохой, то есть она, рынок от нее отреагировал очень негативно, говоря о том, что это может быть поводом для того, чтобы начать сворачивать программу уже в декабре. И буквально в следующий день выходит безработица, и тут говорят, что эта новость очень хорошая для экономики, и это очень хорошо, и все должно расти. То есть получилась такая ситуация, что, в принципе, рынок сам не знает, что ему думать. Тут, я думаю, что, что касается американского рынка, сейчас, ну вот, есть мнение, они разделились, как всегда, напополам, и здесь, как всегда, нужно дождаться каких-то официальных комментариев. Конечно же, они будут опять максимально аптеками, максимально непрозрачными, максимально неясными, но хотя бы это даст какой-то вектор, там, что делать дальше. Сейчас вроде бы, как бы, основная позиция и ФРС, и участников рынка о том, что действительно сворачивать программу, начинать ее сворачивать в этом году, это не телесообразно. Надо бы подождать до апреля. То есть апрель, там, ну, где-то вот, конец первого квартала, начало второго квартала следующего года. Действительно, здесь, я думаю, есть в этом определенная логика. Если есть рост, который был показан, надо, чтобы он закрепился. Тем более, мне все-таки кажется, что ФРС не хочет пока приступать к сворачиванию. Вот там больше мнений, что этого дела сейчас не нужно, нежели чем нужно. Хочет сворачивать Белый дом. Вот какие-то, но, в принципе, Белый дом не должен вообще в это вмешиваться. Я тоже подумал, какой аргумент у Белого дома, чтобы какую-то монетарную политику оказывать? Вот, то есть одно дело это политики, другое дело это финансисты, которые там ведут монетарную политику. Но, с другой стороны, все-таки этот фактор тоже нельзя отбрасывать, что Белый дом хочет. И я думаю, что все-таки к его мнению будут прислушиваться. Но я думаю, что прислушиваются не раньше, чем появятся конкретные именно подтверждения, там, какой-то тренд, что этот тренд закрепится, там, на рост, на снижение безработицы, на, там, рост экономики. И вот после этого уже могут подумать, почему апрель, потому что в апреле там уже выйдут статистика по ВВП за первый квартал. Я думаю, что вот где-то вот, ну и это апрель назывался в заявлениях некоторых членов комитет ФРС. То есть, я думаю, что вот где-то, это пока самый вероятный сценарий, на мой взгляд. А я бы обратил внимание на темпы роста или снижения корпоративной прибыли американских компаний, если мы говорим про экономику, рост экономики США и так далее. Да, у нас ВВП вышел, на мой взгляд, чересчур оптимистичным за третий квартал. Но вот уже который квартал подряд, да, уже второй год и больше, наблюдается следующая картина. Корпоративные прибыли американских компаний снижаются. Это вот откуда, где деньги основные, да, зарабатывают, и рост экономики и так далее. То есть, мы не должны забывать об этом. Да, отчитывается лучше, чем ожидания аналитиков, там, здесь вопрос к аналитикам, к их ожиданиям. Вообще говоря, корпоративные прибыли в США снижаются. Я был бы, ну, готовился к чему-то нехорошему. А все вот ФРС, ставки, опять же, ну, куе, ну, каким образом куе, кроме как настроение сиюминутное сейчас, для нашего российского рынка, какие, вот, вот, кроме, я не знаю, разговоров или еще что-то, да, вот, вот, что реально для наших компаний, для наших спекулянтов несут себе. Поэтому, когда будет стейперинг, сокращение, там, или еще что-то, я бы все-таки обращал внимание на корпоративные прибыли, как американских компаний, ну, и в том числе наших компаний. Ну, до наших, подожди, еще дойдем. Хорошо. Тем не менее, смотри, я вот логику опять пытаюсь твою проследить. Значит, акцент главный у тебя на снижение прибыли американских корпораций. Да, вот, основной это прибыли американских компаний. Безработица, инфляция, все это, там, куе, на мой взгляд, это все второстепенно. То есть, основной это то, что говорят, то, что прогнозируют. Бернанке так не думает. Ну, и у него работа такая. Все-таки, ну, я прислушиваюсь, стараюсь прислушиваться именно к прогнозам по будущей прибыли, вот, после каждой отчетности. Ну, то есть, если мы к этому прислушиваемся, то очевидно, да, что ожидания у нас не весь какие позитивные. Очевидно, что ожидания, они не позитивные по поводу американской экономики, вообще-то говоря. А это, соответственно, извини уж я к своим баранам, а это, соответственно, придет к тому, что никакой, в ближайшее время, да, никакого сокращения не будет. В том числе. Потому что ситуация, она, рынок на максимум, в компании, прибыли компании сокращаются. Ну, вернее, темпы роста, там, и так далее. Да, они зарабатывают, но все меньше и меньше, по сравнению с предыдущими периодами. Кстати, тему мы такой обсуждали, что эти же самые компании, собственно, являются основными игроками на американском рынке акций. Ну, тут финансовый сектор, в принципе, если смотреть, там, разбивать по секторам, он чувствует себя из-за КУЕ гораздо лучше, чем, там, сектора экономики американской, но действительно есть такая проблема, что бывает, то есть, во-первых, действительно аналитики обычно недооценивают, поэтому создается такое впечатление, что, как бы, отчитываются лучше, действительно замедляются темпы, но на уровне, например... То есть это сознательно ты имеешь в виду? Нет, я не думаю, что здесь есть какая-то связь. Я думаю, что вот если брать прибыль, просто прибыль — это такой показатель, который, в принципе, уже... Ну, действительно, да, прибыль — это то, что мы можем раздать акционерам. С другой стороны, это то, что мы можем реинвестировать. Но есть еще другие показатели, например, если смотреть по динамике выручки тех же самых американских компаний, то, в принципе, там с темпами роста ничего плохого не происходит. Следовательно, с какой-то степенью можно сказать, что это заслуга программы смягчения, она стимулирует, там, расходы, потребительские расходы, что дает, там, компаниям продавать. То есть прибыль — это такой фактор, на который накладываются, там, какие-то еще сиюминутные факторы. То есть если там брать, например, операционную прибыль, выделять, здесь компаниям, там тоже будет немножко другая картинка. Чистая прибыль — это все-таки уже показатель такой, то есть он как бы общий, но с другой стороны нельзя только на него, мне кажется, равняться. Все-таки... Я правильно тебя понимаю, что, в принципе, если мы говорим о чистой прибыли, то компания, ну, в какой-то момент может сознательно делать так, что этой чистой прибыли чуть меньше, потому что она... Да-да-да, потому что она решает ее, да, часть этой чистой прибыли куда-то в другое место. Да. Что-то это напоминает. Где-то это я уже встречал. Где-то, где, кстати, расскажи, где ты это встречал. Андрей, может так быть, да? Ну, я бы... Это труднее, то есть если речь о каких-то там, ну, как-то нарисовать чистую прибыль, то все-таки с американским регулятором и с американской системой это дело труднее. Не забалуя. Чем, например, это можно сделать, например, ну, там же в России, собрать российские компании. Поэтому в России очень редко, когда смотрят вообще на чистую прибыль, смотрят на показатели EBITDA, хотя вот как раз на Западе его не очень. Ну, на него смотрят, но не так часто, потому что все-таки у нас чистая прибыль зачастую из-за таких структур компаний, корпоративного управления, она действительно может там завершать, занижаться на переоценку тех же самых финансовых активов. И здесь есть поле для манипуляций. Поэтому действительно надо смотреть на показатели прибыльности, но надо смотреть тогда его в разрезе динамик других показателей тоже. Я понял, Андрюш, спасибо. Я подумал дальше, вот в чем принципиальное отличие, да, российского взгляда от американского. Америка смотрит на чистую прибыль, «Россия на EBITDA». Спасибо огромное, давайте прервемся. Сейчас у нас, как всегда, в это время новости на Финам.ФМ. Послушаем, потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим наш эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Обсуждаем текущую ситуацию. В преддверии новогоднего ралли делаем прогнозы. Сегодня в студии Павел Подилько, заместитель, начальник отдела доверительного управления Новико Банка. Я Андрей Шенк, старший аналитик инвест-кафе. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж. Ну, про Америку, про корпоративные прибыля, да, как часто еще называют, забавно. Мы поговорили, а тем не менее, вот ты говоришь, а какая связь? А вот мне хотелось бы все-таки эту связь. Значит, корпоративные прибыли, отсутствие их, снижение, ну, не отсутствие, конечно, снижение сознательное, занижение или нет, не суть важно. Придет к тому, что куитре, да, в какой-то степени будет продолжаться. Это будет связано опять с потоком дополнительной ликвидности. И эта ликвидность однажды, да, будет искать новую дырочку. Дай бог, что она будет искать. Да, да, да. И вот в этом случае, вот я вам фразу... Забавную. Да, да, да. Забавную фразу. Я сейчас ее еще раз прочитаю, она мне очень понравилась. Если иностранные инвесторы в поисках доходности забредут на российский рынок, так может забредут они туда? Паш. В последние полтора-два года мы... Ну, ситуация не поменялась, да, как были закрыты лимиты на Россию, так они и остаются. Может быть, кто-то, редкий инвездом там или еще кто-то компания открыла на Россию лимит. Потому что здесь, кроме того, что недооцененные дешевые компании, есть другое ограничение. Потому что иностранный инвестор все-таки боится влияния государства, да, на компании и так далее. То есть политический фактор, он остается, ну, не в пользу России с точки зрения оценки его иностранным инвесторам. Это вот, может быть, главное ограничение, которое есть. С другой стороны, а забредет ли? Ну, то, что с другой стороны, забредет ли? Сейчас дождемся итогов заседания, чего у нас там съезд в Китае. Да, да. И возможно... Пленум компартии, да, там серьезные, конечно. Да, 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 пленум компартии. Скорее всего, ну, опять же, пока эта ликвидность организуется, сколько времени пройдет, да, чтобы найти эту новую... А, кстати, по поводу открыт-лимит-закрыт-лимит, это кто принимает решение? Руководство каждой конкретной финансовой организации или какие-то стратегические вещи, Андрей, там, по уровню государства запрещено? Ну, насколько я знаю, это компания, каждая сама принимает решение, все-таки, там, немножко рынки свободные, там, компания сама... Немножко, немножко свободные. Сколько денег выделить на тот или иной регион, сколько ликвидности максимум. Здесь, действительно, я думаю, что российский рынок, ну, вот, он действительно является интересным с точки зрения, ну, того, что активы дешевые. Но нет никакой гарантии за больших рисков, в том числе политических, получается, что эти активы будут дорожать сейчас. То есть, деньги влить можно, но реальная стоимость актива вырастет ли она от этого, никто не знает. То есть, получается, что рассчитывать можно только на уже сегодня ставшие популярными прибыля, то есть, на дивиденды. То есть, мне кажется, что дивидендные истории, в принципе, российского рынка, они могут быть, стать источником, там, притока какого-то, какой-то ликвидности, в том числе и вот это обсуждаемое 35% прибыль МСФО для госкомпаний, это может быть стать таким источником притока средств. Но здесь, опять же, все-таки, это, с одной стороны, получается рублевая дивидендная доходность. Здесь тогда нужна какая-то стабилизация на рублевом рынке, то есть, который пока сейчас все равно не ожидается. То есть, даже если мы смотрим, там, прогнозы, которые дает мэр, они говорят, что рубль будет слабеть. Это хорошо, может быть, для экономики, но с точки зрения, подумают ли инвесторы зайти к нам на огонек, в таком случае, я не знаю. Но, в целом, мне кажется, что вот если все-таки какая-то четкая стратегия будет принята, но это, естественно, уже не вопрос не предновогоднего ралли, это все-таки вопрос следующего года, если будет четко принято и сказано, да, 35% МСФО мы платим 100%, невзирая, там, какие-то свои инвестиционные программы, какие-то проекты, то действительно, да, тогда ликвидность может прийти. Но, опять же, когда инвестор, он покупает, там, ну, актив на дивидендную доходность, то есть, ну, это где-то, там, 3-4 года, образно говоря, он думает, там, сегодня я куплю по такой цене, а по какой цене я продам. То есть, если получится так, что эти 35% прибыли станут таким бременем, что просто будут выводиться деньги из компании, занижаться реальная стоимость, он туда не пойдет, потому что он просто не сможет потом продать актив. То есть, это все съест всю его дивидендную доходность, разница в капитализации. Здесь вот этот вопрос, ну, такой уже довольно сложный, надо оценивать. Но, в целом, это может стать таким интересным моментом на рынке. Мне понравилось, Андрей говорит, если будет принято решение 35%, мы гарантируем 100%. Независимо ни от чего, ни от погоды, ни от настроения. Сегодня у меня плохое настроение, ребята, я 35% не могу. Либо будем занижать, да, показатели. Забавно, да. Ну, забавная ситуация, да. Сбербанк говорит, я не могу платить 35%, а ВТБ говорит, я могу платить 35%. Нормально. Ну, да. Нормально, нормально. Ну, давайте, тем не менее, посмотрим на реалии. Я вот сейчас график доллар-рубль открыл. Паша обещал прокомментировать. Кстати, Андрей говорит, по поводу валютного рынка, да, российского валютного рынка, будет ли там стабильность или не будет там стабильность? Вот сейчас что там происходит, стабильность или нет, на твой взгляд? Ну, в целом, если так смотреть краткосрочно, там все уже, как мой коллега описал. Если говорить долгосрочно, там только один тренд, это ослабление рубля. Это просто необходимо, скорее всего, делать для экономики. Но при этом ослабление рубля не означает, что будет смягчение монетарной политики. Здесь вот из-за того, что Центробанк все-таки смотрит на инфляцию, а инфляция пока выше его целевых показателей. Он, правда, только недавно начал смотреть у нас на инфляцию, но в целом здесь нету, с одной стороны, нет возможности для таких же действий, как делает ЕЦБ, например, или ФРС. С другой стороны, непонятно, нужно ли это делать, потому что куда эти деньги будут утекать? Смотри, на всякий случай, возможности, говорит, нет таких. У ЕЦБ полпроцента была ставка до понижения, а у Банка России 8,25 на всякий случай. Ну, даже если не брать ставку рефинансирования, а брать эту базовую. Но у ЕЦБ инфляция в еврозоне 0,7, а у нас, это что, не дотягивает эти показатели? Принимаю. А у нас немножко выше. Поэтому я думаю, что долгосрочный тренд, это все-таки ослабление рубля такими, ну, не регуляторными, не монетарными, не рыночными способами. А что касается краткосрочных, то здесь все будет зависеть, опять же, от того же пресловутого ФРС, который будет принимать какие-то решения, я думаю. Все у нас от ФРС зависит. Беда какая-то. Паш, ты вот про цели говорил, 31,60, а сейчас 32,70. Доллар-рубль. Будем рассматривать техническую картину, поскольку валюта – это сам технический рынок. Я всегда так считал и считаю. Я к этому абсолютно согласен. Технические, с точки зрения теханализа. Конечно, конечно, конечно. Вот посмотрим доллар-рубль, дейли за последние, не знаю, там, несколько лет. Посмотрим поведение доллар-рубль, октябрь, ноябрь, декабрь. Сейчас у нас, опять же, вернемся к пресловутым моделям. Казалось бы, на уровне 32,60 закрыт среднесрочный шорт, да, и, по идее, мы должны покупать доллары против рубля. Но, вообще-то говоря, поведение на предыдущих периодах, ну, это просто закономерности. Я все-таки смотрю на следующие три месяца на укрепление рубля до 30,40. Об этих уровнях мы тоже говорили в прошлый раз. С другой стороны, вернемся немножко к дивидендным историям. Я полагаю, что на рынке акций российском стратегический лонг следующий – это именно конец февраля. Те же самые пресловутые три месяца. То есть, да, дивидендные истории, ну, не то, что дивидендные истории, именно дивиденды – это будет интересно, но при этом здесь уровень покупки бумаг, да, тоже играет непоследнюю роль. И я, допустим, для себя определил, что, скорее всего, все, конечно, может меняться, да, там и так далее. Вот на текущий момент модель следующая, что покупка грядет, это февраль-марс следующего года акции, я буду покупать именно дивиденды, как раз поскольку у нас отсечки май, начало мая, да, там что-то в апреле есть. Не поздновато уже февраль-марс? Я думаю, нет. Можно и сейчас купить, но я полагаю, что рынок российский будет пониже. Доллар-рубль будет 30, по крайней мере, ориентир 30 рублей 40 копеек, да, то есть есть у нас 31, там, 14 и так далее. Значение по корзине, переводить там доллар-рубль, евро-рубль, ну корзина, по-моему, на 36-20 у нас сходит. Нет, с корзиной я тоже не особенно дружу, а вот по поводу доллар-рубля это забавно. В целом модель такая, что вот декабрь, январь, февраль, укрепление рубля. Декабрь, январь, февраль. Ну, то есть модель на квартал, то есть такими периодами я работаю, да, там оперирую, соответственно, и рынок акций тоже самое показывает. Да, то есть... Смотри, давай вот отсюда прямо начнем, 32,70 еще раз говорю, вот текущая котировка доллар-рубль. Мы сходим еще куда-то повыше? 32,70, 32,74, ну, конечно, волатильность у нас дневная есть, возможно... Не, ну что за 3 рубля? Я считаю, что 32,70, пусть это будет этот уровень, да, это вот сейчас есть у нас до конца недели, опять же, там сколько, 5 сессий. То есть формируется среднесрочный лонг, есть 5 сессий для того, чтобы его либо переписать, либо подтвердить. Вот на текущий момент пока я все-таки ожидаю укрепления рубля. То есть после 32,70, тем более при возврате на 32,26,25, то есть вот это будет подтверждение для... в пользу открытия короткой позиции, или там, не знаю, ну, против доллара. Против доллара. Да. Это доллар-рубль. И цель у тебя вот эта 30,40, да? Да, 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 да. Здорово. Ну, с точки зрения графика, она не выбивается из каких-то там... Нет, с точки зрения графика, может, не выбивается, хотя и правильно, наверное, да, если уж ты графиками пользуешься, надо только на график и смотреть. Ну, фундамент, конечно, да, как-то, да, не подкрепляет такую мысль. Ну, нет, краткосрочно, в принципе, укрепление рубля... Да, 30,40. На чем? В принципе, на покупках, на... Покупка ценных бумаг под дивиденды в том числе. Хотя сейчас, конечно, дивидендные истории просто из-за того, что, опять же, прибыли немножко падают, ну, опять же, стало немножко поменьше. Все-таки у нас прибыли, дивиденды, они привязаны к прибыли МСФО. Ну, по крупным компаниям они сами привязывают. Здесь истории дивидендные остались, наверное, интересные. Это, ну, конечно, пресловутый норильский никель, но он уже заплатил там за 9 месяцев полугодия. То есть уже, как бы, те, которые придут по отсечке, там, когда у них в мае, по-моему, уже будет меньше объемом. То есть, там, я думаю, что объем покупок будет меньше. Остальные компании, там, наверное, только в нефтегазе будет несколько интересных историй. Там, если брать энергетиков, металлургов, там, скорее всего, там много не наберется. Поэтому здесь, да, действительно, я считаю, что может быть объем покупок акций на дивидендах. Это может действительно привести к локальному укреплению рубля. Но, ну, как бы, долгосрочно потом опять это все пойдет в ту же самую сторону, в сторону ослабления. Ну, исходя из этого, есть смысл сейчас, допустим, доллары на рубли поменять, ожидая 30-40? Я для себя считаю, что есть... Есть смысл, да? Вот именно по текущим, да, грубо говоря? Для себя, да. Рекомендовать кому-то я не буду. Да, мы все принимаем правильные решения. Мне нравится. Смотрите, в студии сухого остатка Павел Ходилько, заместитель начальника отдела доверительного управления Новикомбанка. Он говорит, для себя бы я, ну, никому не рекомендовать бы я не стал. Ну, как... Люди слушают, они, естественно, сейчас побежали все в обменник, и давай... Дисклеймер и так далее. Нет, вот для себя я считаю, что есть хорошие шансы купить доллары дешевле. При этом, смотри, вот у нас два раза подтверждался уже 31-60, а ты называешь 30-40. Вот это меня, конечно, немножко смущает. Ну, просто сейчас еще не идет активная покупка акций, она еще не началась. Да, на рынке покупки нет, то есть на рынке акций, да, то есть... Я тебе хочу сказать, когда она начнется. Она начнется... Когда начнется предновогодний ралли. Ладно, давайте мы еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, последняя часть у нас, да? Последняя часть эфира. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, как всегда, обсуждаем ситуацию на финансовых рынках и грезим в ближайшем новогоднем ралли. Кстати, подарки на Новый год уже... Уже формируются. Формируются уже. В виде лангов ты имеешь в виду, в дивидендных бумагах или какие-то другие, более материальные подарки. Хорошо. Значит, еще раз я представлю в студию сегодня Павел Подилько, заместитель начальника отдела доверительного управления Новый Комбанка и Андрей Шенк, старший аналитик Инвест Кафе. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну и давайте посмотрим, что происходит сейчас на российском рынке. Продолжилось снижение, посмотрел на Газпром, продолжилось снижение. Да, уже минус процент. А потом посмотрел на Норникель, продолжился рост, потому что он уже больше процента прибавлен. Давайте я сейчас посмотрю на индексы. В минусе, в минусе РТС, на одну десятую уже в минусе, на по процента ММВБ. А, сори, какой, ну да, нет, на половину сотого процента, на 0,05 процента это много. На по проценту, на, да, на половину сотого процента ММВБ. То есть, ну, мне кажется, все-таки, наверное, да, нельзя говорить, что там снижение или рост. Нейтральная динамика абсолютно. Конечно, полчаса назад чуть выше ватерлинии, сейчас они чуть ниже, я так понимаю, под закрытие. И опять еще туда-сюда пару раз сходит. Ну, если говорить в целом о российском рынке, Паш, насколько он сейчас интересен, ну, за исключением вот того, о чем мы уже с Андреем говорили, это интерес к бумагам, да, обещающим 35% по МСФО. Сейчас назовем неделю. У нас, вот возьмем период недели. Что сейчас интересно на рынке? Акции, производных на российские, там, индексы и так далее. То есть, у нас 15 ноября будет аспирация ноябрьских опционов. На мой взгляд, на этой неделе рынок вполне способен. Мною ожидаемый диапазон фьючерс РТС, если он там сейчас 143 тысячи чем там стоит, в общем, 1400-1500. На мой взгляд, до конца недели, до аспирации, рынок способен подрасти. Ну, опять же... Сейчас будем считать, у нижней границы находится, вот 1500 он может к аспирации сделать. То есть, когда я выходил на эфир, фьючерс стоил там 143 тысячи 600. Соответственно, диапазон 140 тысяч, 150 тысяч, это вот... А, ты попал фьючерс, я понял. Да, куда рынок может сходить, да? У меня ожидание, что все-таки до конца недели, до аспирации, рынок будет в районе 1500. Ну, вот, там, 150 тысяч. Ну, не знаю, как правильнее сказать, чтобы было понятно. По фьючерсу, ты имеешь? По фьючерсу. 145 тысяч. Ну, или возьмем по индексу, там, 1500. Да. 1490-1500 по РТСу. Это в рамках этой недели. Этот рост сформирован, среднесрочный шорт по российскому рынку, по моим моделям. Соответственно, этот рост, как раз эти самые пресловутые пять сессий, о которых я говорил, на доллар, рубль и так далее, да? То есть, в рамках вот этого коррекционного после формирования сигнала на продажу периода, вполне рынок способен. Это будет укладываться в модель. В целом, на рынке сформирована, все-таки, модель к снижению индексов, акций и так далее. Я понял. Андрюш. Ну, я тут согласен, что, в принципе, сейчас ситуация, среднесрочно, она не в пользу российского рынка. Краткосрочно могут возникнуть идеи, помимо, в корпоративном секторе сейчас все-таки идут отчетности, публикуются. Третий квартал. Здесь может возникнуть парочка сигналов на покупку. Наши крупные компании просто привязаны, так сказать, к сырью в своих результатах, а там, по большей части, ничего интересного ожидать не стоит. То есть, но здесь действительно, с одной стороны, есть вот это вот, что сейчас, как бы, ну, покупать российский рынок можно только в случае, если на спекуляции. То есть, ну, вот, там, произойдет вот событие, которое, там, ФРС скажет, что мы переносим, там, сроки, вот тогда, да, там, какие-то, но это спекулятивные покупки. Фундаментально сейчас только отдельные бумаги, можно так, там, по пальцам их пересчитать, там, среди голубых фишек, это вот, там, не знаю, тот же самый Норильский Никель, как дивидендная история. Даже лучше, чем эти 35% МСВО, вот, там некоторые бумаги нефтегазового сектора остаются интересными. Что касается, там, бумаг из, ну, телекома, телекома, в принципе, они очень хорошо показывают этот год, вообще лучше, чем рынок в целом. Там остаются до сих пор Ростелеком, АФК-система, в принципе, бумаги, которые еще обладают потенциалом роста, просто потому, что сектор был переоценен. Транспортные компании, кстати, сегодня запустили индекс транспортных компаний, здесь тоже на этом может как-то сработать, но, хотя пока это не такой существенный фактор, там, все пять бумаг, и из них только аэрофлот ликвидный. Но, в принципе, транспортный сектор остается интересным, как недооцененные бумаги, которые фундаментально рост показывают. Там, брать металлургию и энергетику, ну, они, как вот сейчас были, там где-то снизу, скорее всего, там пока и останутся, пока существенных каких-то, вот, ну, фундаментальных сдвигов в экономике не начнется. Поэтому, там, потому что нет ни дивидендных историй интересных, ни фундаментальных. Поэтому, в принципе, так вот, если посмотреть, а где брать эти причины для роста, в принципе, на рынке нет практически. То есть, вот только по отдельной компании, там, на каких-то корпоративных фундаментальных событиях, в целом, картина рисуется такая, что, скорее всего, выше там нам по... МВВ 1000, но 1600, это, наверное, уже совсем какой-то заоблачный предел, там, 1550, то есть, 1530, это вот, наверное, туда, куда мы можем вытянуться на ралли, если оно все-таки случится. Вопрос к Павлу Поделик. Слушай, ты же заместитель, а по факту начальник отдела доверительного управления. Чем занимается отдел доверительного управления? Управлением средствами клиентов. Ну, вот сейчас мы, Андрей, с печалью в глазах я выслушал его предложение по российскому рынку. Ну, у нас же, помимо акций, есть еще дополнительные инструменты, куда можно на время каких-то... Ну, да, каких-то многолетних, да? Да, 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 на время неопределенности на рынке акций можно средства разместить под хорошую купонную доходность. Ну, например. Ну, облигации, ну, конечно. Конечно, я готов получать, там, девятую доходность купонную или девятую-десятую доходность в облигации на сроке три месяца для того, чтобы впоследствии деньги продать бумаги с прибылью и переложиться в акции. Ну, то есть в тот момент, когда посчитаю необходимым. Да, конечно, позиции в акциях удерживаются в определенных. Понятно, что нельзя всем рынкам работать. Есть отдельные истории, которые ведут себя против рынка. Либо, как ВТБ у нас отставал долгое время, в течение всего года, да, за последние недели существенно сократил отставание. То есть, ну, и много, достаточно много. Отставание от рынка или минус отбил? Отставание от рынка. Да, минус тоже отбил. Потому что позиция формируется в нужный момент. Ну, я понял. Да. Не, ну, самое главное, что есть альтернатива всегда. Вот, а если вернуться к ралли, куда способен, ну, вообще годовые уровни, что РТС, что МВБ, это 1590 пунктов. То есть и там, и там, в принципе, похоже. Ну, с одной стороны, США, я как считал, так и считаю, ну, все, что выше 1740 в S&P, это, соответственно, риск коррекции, риск потерять там процентов 10-13 выше, чем вырасти рынку еще американскому по S&P. Даже если 1820 покажет у нас S&P, соответственно, мы, ну, дай бог, 1590 сделаем. Скорее так. Но я все-таки смотрю, что рынок до конца... Снял у меня, снял у меня с языка, 1720 сделает S&P, это, нет? Я не ожидаю. Нет? Такого развития. Я полагаю, что начиная вот с текущих уровней, ну, рынок стоит уже, да, на этих максимумах, там, плюс-минус, он стоит уже длительное время. Ну, тебе как, ну, не любителю, профессионалу, любителю, я имею в виду, с эмоциональной точки зрения, профессионалу технического анализа, вот я сейчас открыл дневной график, и там рисуются разворотные, двойная вершина, может быть, тройная уже даже. Ну, вот я такие вещи... Нет? Нет, есть определенные паттерны, да, есть модели, которые описывают динамику цены, да, соответственно, я использую такие вещи. Двойные вершины, есть вещи, которые, они абсолютно субъективные, вот как двойные вершины, тройные, там, линии тренда, голова-плечи, это все субъективные вещи. И линии тренда тоже субъективны? Конечно, мы с Андреем можем построить линию тренда абсолютно по-разному в текущий момент, да, и будем считать в одном случае снижение, в другом случае... Хорошо, а самое объективное из тех анализов, что на твой взгляд? Самое объективное, японские свечи, паттерны японских свечей. Ну, опять же, объективный паттерн. Начало месяца или конца месяца покупаем в последнюю сессию, продаем на четвертую сессию. И вот работаем мы на протяжении, вот-вот, независимо от результата, каждый месяц мы делаем такой трейд и просто смотрим за результатом. Смотрим за статистикой, я бы подчеркнул. Потому что положительный результат, это не результат одной конкретной торговой операции, это результат статистики. Надо сравнить, да, плюс и минус. Соответственно, я стараюсь смотреть просто, ну, есть модель, да, есть система, которая показывает текущее положение, что возобладает спрос, да, либо у нас продажи. Вот все. Я понял. Андрюш, ты как к тех анализу относишься? Ну, в целом, конечно, все-таки я больше занимаюсь фундаментальным анализом, нежели техническим. Я догадался. В целом я знаю некоторые основы технического анализа. Ну, ладно, основами я пытать не буду сейчас. Ты как считаешь, что вообще 1820 по S&P увидим мы в этом году? Нет, я думаю, что в этом году мы не увидим. Там немножко осталось-то буквально, 1770-1720. Вообще, в принципе, мне кажется, что американский рынок сейчас перегреет немножечко. Там нету таких даже... Ты будешь смеяться, мне это казалось, когда он стоил 1690, например, или 1650 уже... Ну, в общем, даже все факторы уже все-таки, которые могли бы толкать дальше еще вверх так вот совершенно, так как он рос в этом году, мне кажется, они уже все-таки, ну, должен быть какой-то все-таки элемент коррекции. Совесть уже должна у вас быть, да? Когда-нибудь уже давайте на коррекцию-то сходите. Тем более, что кто-то уже, да, продавал тот же S&P и по 1700, и по 1600. Педалаги. Ладно, значит, две минутки у нас осталось. Собственно, смотрите, ну, давайте два слова. Будет ралли, не будет ралли, как думаешь, Андрюш? Я думаю, что ралли возможно, но, во-первых, оно будет краткосрочное, а, во-вторых, не такое уж активное. То есть, скорее всего, два-три дня активных покупок, потом, наверное, будет стоять около... Ну, может, темпы роста замедлится и не будет так вот... Если о текущих уровне говорить, то не сильно мы подрастем, даже если мы это увидим. Если можно будет назвать ралли восстановления рынка к локальным максимумам последних месяцев, то это будет ралли. Это пророссийский сейчас говорит? Пророссийский рынок, да. То ралли. В целом, я говорю, ну, вот мои ожидания сейчас уже сформированы, и, соответственно, рынок планомерно идет в коррекционную фазу. Уже в ней. То есть, все какие-то покупки, они, конечно же, возможны, но, в целом, движения сильного я не ожидаю. Так, хорошо. Ну, еще один вопрос я уже не успею вам задать, да? Отвечать вы уже не хотите. Поэтому будем заканчивать. Итак, уважаемые слушатели, я с удовольствием представлю сегодня в студии Сухого Остатка. Павел Подилько, заместитель начальника отдела доверительного управления Новикомбанка, и Андрей Шенк, старший аналитик Инвесткафе. Мы просуждали сегодня на тему приближающихся новогодних праздников, обсудили возможные подарки к этому, собственно, к этому торжеству, ну, и, конечно, посмотрели на возможность предновогоднего ралли. Будет оно, не будет, посмотрим, но, тем не менее, рынок подрастет. Это мнение обоих моих гостей. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Спасибо вам за внимание. Как всегда, мы встретимся в студии Сухого Остатка. Завтра же в это время будем продолжать нашу нелегкую жизнь. Спасибо, успехов на рынке, до свидания.